На практике проверено, это работает на мне, это работает на моих клиентов, это дает хорошие результаты. Поэтому смотрите, белков, я советую для мужчины 30% под общей калорийной сепаратии, углеводов 50 и 20 жиров. Белков, 50 оставляем углеводов, жиров берем 30. У женщин, как мы видим, немножко пожираем, больше требований, но это связано непосредственно с особенностью строения женщины, все-таки жиров ей нужно больше. Сегодня мы работаем с молодежью, здесь предоставлен прекрасную возможность 400 человек. У нас собралось на форуме ЮрВолга, это прекрасная молодежь, которая получает высшее образование. Сейчас у нее здесь множество различных мероприятий, как лекционных, так и подвижных. Мы приехали сюда для того, чтобы рассказать о здоровом образе жизни, о пользе зарядки, как правильно питаться, для чего нужно занятие спортом, как, насколько это помогает продлить свое долголетие, что потенциал, который есть у молодого человека, он может сохраняться до глубокой старости, если правильно относиться к своему здоровью, к своему организму. Здесь работают сейчас профессиональные тренеры, которые, в общем-то, совершенно бесплатно, с целью агитации, пропаганды, здорового образа жизни, проводят лекции, зарядки, семинары, скажем, в общем-то, такое благое дело делаем. 1 грамм белка содержит в себе 4 килокалории, 1 грамм жира 9, и 1 грамм углевода 4 тоже килокалории. Мясо, мясо постное, поэтому это нежирная говядина, преимущественно телесина, мясо молодое, да, молодых животных, ягьонок и так далее. Это белое мясо птица? Да, я сейчас расскажу вам. Белое мясо птица, это индейка, курица, утка и так далее. И белое мясо преимущественно это грудка. Я говорю, что очки эти грудки ездят, да, почему? Потому что на 100 грамм куриные грудки приходится порядка 23 грамм белка чистого, при этом 0,5% жира, всего 0,5 грамм жира на 100 грамм, и полный отсутствие птица. Суть данного мероприятия заключается в том, чтобы привлечь именно молодежь к здоровому образу жизни, научить их действительно правильно питаться. На самом деле вопрос питания, это, так скажем, самая слабая сторона всех аспектов жизни современного человека. Мы все примерно можем представлять, как можно тренироваться, что нужно проявлять определенную активность и так далее. Но вот вопрос с питанием, это такой бич современного человека, который практически у всех постоянно в той или иной мере отстает. Именно очень здорово, что сегодня получилось собрать столько людей, молодых причем людей, именно, так скажем, нашу опору, да, наше будущее. Я думаю, что даже если человек, пускай 10% из всех присутствующих сегодня смогут эту информацию перенять и, так скажем, донести ее до своих друзей, студенты, мы знаем, они достаточно общительные. И я думаю, что это вызовет определенный положительный резонанс, то, что нам нужно было в этом проекте. Спасибо. Спасибо.